Армения. Остаемся в онлайн формате. Информационно-аналитический центр Верелк. С нами Ли. Да, здравствуйте. Я бы хотел у господина министра узнать. Недавно на границе Армении и Азербайджан опять прошли бои. Азербайджан применил артиллерию, беспилотники. И связано ли это, на ваш взгляд, с помощью Армении и России в Казахстане, учитывая очень нервную реакцию в Баку и Анкаре на помощь ОДКБ и властям Казахстана? Я, честно, не видел нервной реакции в Баку, как и в Анкаре, со стороны официальных лиц. В Анкаре было непонятное заявление, мягко говоря, одного из советников, президента Эрдогана, я забыл его фамилию, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. И мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает. Но официальные лица никаких негативных комментариев не делали, равно как и официальные лица Азербайджана. Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования. Это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год, как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации. И предлагая себя, как консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского Союза и изменения в нем административных границ и границ между Союзными Республиками. Я буквально вчера общался с моим армянским коллегой ровно на эту тему. Есть соответствующие предложения сторон, потому что для того, чтобы комиссию создать, нужно прежде всего договориться на каких условиях. Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождение. Наша позиция простая. Надо садиться и уже в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются пока еще не согласованными. Субтитры создавал DimaTorzok